Миша, мне тут нет звука. Сейчас будет. Он говорит, давай, только там чего сейчас. Давай, давай. Так вот, я просто хочу продолжить тему, которая мне очень близка. Но дело в том, что к танкам я имел непосредственное отношение. Вообще, с рождения танка до механика-водителя второго класса, потому что я заканчивал Баванский институт, я уже говорил как-то, как К-2, моя дипломе написана, инженер-механик боевых гусенических машин. И в Афган попал тоже еще и потому, что, ну, и та же давали мне, получила удостоверение механик-водитель второго класса на этих танках. И в танки влюбленные были. И друзья мои, лучшие сами, которые сейчас ушли из жизни, были буквально помешаны на танках. Вот нет Толи Богданова, член Совета представителей России, который в Сирии воевал танкистом, который мы, ну, нас сказали подождите, время придет, мы, когда буря в пустыне была, он был лично знаком с сыном Саддама Хусейна, тот был командовал сухопутными войсками. Мы в посольство Ирака с ним вдвоем пришли. Танкист, он танкист, профессиональный, я там. И собирались служить в армии Ирака, бить пиндосов. А знаете, почему пиндос вообще откуда пошло? Это новое. Пиндос в переводе с румынского, это пингвин. Если вы посмотрите, как высаживается правая морская пехота, или вообще эти солдат США, самолетов, он так и идет. Он весь обвесный, что и мешками, сумками, баулами, на разгрузку у него висит бог на очево, и походка у него такая же. Вот они гордо идут, там попал авианосец или где-то на аэродромах, отсюда и кличка пингвин. С американцами, кстати, вот, наши заклятые друзья уже много лет, встречались и в Афганистане. Афганистане, во всяком случае, Володя Иванов, знаете, кто был в клубе ДОК, Ивана знаете, да? Он писал замечательные песни, правда, последние лет 10 он докончил школу военных священников и перестал писать песни. Хотя, может, хотя и пишет. Только пьет водку теперь. Он хотел сегодня прийти, но не пришел. Но они в ноябре 79-го года раздолбали какую-то группу американцев, которые зачем-то сопровождали караван с оружием из Пакистана в Афганистан. Причем это был Калашниковый. И по номерным знаком, по серийным, только что выпущенный у нас на заводе в Советском Союзе, в Ижевске, взяли вот эту тайну. Великая. Еще одна великая тайна. Вот тут Миша начал тайну расшифровывать. Я еще повторюсь, когда он говорил про то, что насколько близки мы к концу света к Армагеддону, к которому неизвестно, кто бы победил. Мы опоздали же со созданием атомного оружия. Буквально на несколько лет. Так вот, с 48-го года, это, напоминаю, значит, это знаменитая речь Черчилля в Фултоне, где он в сумме сказал, что Советский Союз настолько стал послевоенной мощным государством, победить его физически нельзя военной силой. Но мы его взорвем изнутри. Что и произошло буквально там, сколько-то лет спустя, как мы все это знаем, были участниками, очевидцами всего этого. Так вот, с 48-го года по 58-й, 12 раз командование штабов США отдавало приказ, и Б-2 были, Б-52, они сатанными бомбами на борту, нарушали территорию Советского Союза. Так что инцидент там, вот, Карибский, это вот детские шалости, кто там уладили, как бы, Кеннеди и кто там Хрущев. До этого была реальная угроза. Она у нас остается, это всяких задач, уничтожение Советского Союза. Это не пропаганда. Я, как кадровый старший в СССР, комитет госбезопасности, который, всегда работая в контрразведке и разведке, обязан поузнать больше, чем просто народ, о чем нас предупреждали при поступлении туда. Чтобы знать, за что умирать и за что... Сейчас я не знаю. Вообще не хочу ни за что, ни за кого умирать, если родина малая. Ой, Николай. Ну, я начал про танки, так что это... Ты тоже долго пропалить, кто-то маски все компенсировал. Ну, я с самого начала. Я просто продолжаю, значит, что и делаю. Так вот, я... Это группа К-2, где было 28 человек, 8 девушек у нас учились, танкистки. Тоже механик военной 2-го класса. Все получали, помню, как под Ленинградом. Чумазы, и как черти, девочек их никак не признать. Вылезали из 55-го и 62-го танков. После профиля, в пыли все. Смореть на них никто не хотел, да они сами себе противные были после профиля. Ну, люки тяжело пролежать. Пролезать, они у нас дамы были такие. Стопор бились все, а вот люк. Все с синяками на бедрах ходили. Ну, неважно. Но песни у нас были. Вот песня была. Хорошая песня. Ну, я уже пел ее, знаете. Я спою песню чужую моего друга, Мишки Михайлова. Он мои песни поет, чего бы не спеть. Это танки в Афганистане. Сейчас у меня еще один товарищ. Вот, ребята еще 60-го, этого вечного охотника и бойца Федора, знаете, да? Дима Федора, он четыре раза сюда ездил и принес снимки. Вы знаете, как мне было больнее смотреть на то, что осталось. Вот вдоль трассы жизни, на Фейзабад, да, через Чешкишин, там же на обрывах валяются танки внизу. Пиндосы приказали всем стащить танки, все в Кабул, ну то и будет там таскать оттуда. Валяются сожженные машины, бронемашины, БМП, танки валяются. И вот по этому поводу он самую лучшую песню писал Михаил Михайлов, он сам афганец, полковник погранвойск. Песня с глубоким смыслом, я понимаю, почему. Нас, к сожалению, история учит только тому, что ничему нас не учат. Поэтому мы на танках все пытаемся куда-то въехать. То в Грозный, то в Варшаву, то в Прагу. Ничего из этого не получается. К великому сожалению, танки в загоне, и поэтому защиты от противотанковых гранатометов нету танков. Горят вместе с экипажами. Но вот в Афганистане их великое множество полегло. Но до сих пор вдоль дорог можно видеть от 100 танков с надписями, кто здесь погиб. Афганцы не трогают, не сдают на металлолом, а на Саланге даже защищают. А вот недавно, к сожалению, умер год, начинается с того, что умирают замечательные люди. И, может быть, кто-то знал, он был членом московского правительства, до этого секретарем ЛКСМ, Локтионов Сергей. И он тогда еще в 87-м рассказывал. А я говорю, это на 66-м высота, я говорю, какая? Ну вот представь, я выхожу утром зубы чистить, да? А там танк, капонир, и земля. Стою на краю ущелья, а подо мной облака и орлы летают. На такую высоту забраться танку советскому. Ну вот. Мы же все побросали, танки не нужны, что очень обидно. Называется он «Дорожный знак», эта песня. Здесь «Дорожный знак» не в законе, есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне, танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку, нет колес, так грустно плечо. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, стянуты с дороги на край. С нецелованными губами отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башек на дорогах этой войны. Скольких, скольких. Сколько обелисков из башек на дорогах этой земли. Скольких, скольких мальчиков наших под броней не уберегли. Сверху глянь, а хочешь с изнанки, все чисты, их долг освещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Не видно ни по чьей-то оплошке, коп он знак, как будто навек. Не для этой только дорожки, для дорог стоит он для всех. Мир до боли минус по заранку, вот помолился, будь я крещён. В нём нельзя кататься на танках, танкам в нём проезд запрещен. В нём нельзя кататься на танках, танкам в нём проезд запрещен. Вот, хотел бы... Песни старые, которые я редко пою с песней, с вашего разрешения, потому что как-то уже одно и то же... Если специальных заявок нет, а одно и то же как-то тоже... И мне самому петь неинтересно, хотелось бы всё показать. Ну, вот эта песня. Тоже, не знаю, реквием, наверное, по всем, кто остался там за речкой южной, навсегда остался там и наши полетели. За дальнюю речкой, за дальнюю речкой, За южной речкой, где пыль до жара, За хребтом гендукуша над каменной сушью. Послушай, 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 как плачут петра. За хребтом гендукуша над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут петра. Бои, да походы, да пули, да кровь, Это было, всё было, Обелиски могилы, Предай женам силы Земная любовь. Война за плечами, Мы часто мчать, К нам адноболчане Приходят во снах Загорелые лица, Синева на петлицах, Пыль на ресницах И соль на губах. Загорелые лица, Синева на петлицах, И пыль на ресницах, И соль на губах. И память, как рана, Открытая рана, Нам Афганистана Забыть не даёт. За хребтом гендукуша Над каменной сушью. Послушай, послушай, Как ветер поёт. За хребтом гендукуша Над каменной сушью. Послушай, послушай, Как ветер поёт. Послушай, послушай, Как ветер поёт. Ну, ещё хочу одну песню спеть, Тем более разрешил мне старый товарищ Декабрист её петь. Серёга Климов по кличке Корясь Кличку заработал в 79-м После штурма Кабула И тюрьмы Поличерхи Недалеко Кабулова. Но он был первый исполнитель этой песни. Правда, я слышал в другом исполнении В 82-м уже году. И запомнил такой, Как исполнял её другой, Тоже каскадёр. Но Климов не против, думаю. Ты же с ним согласовывал, да? Так что его песню в варианте. Декабре. Вот 27-й декабря, я не знаю, Вот я много на своём веку видел, Но чтобы как-то, Как мне непривычно 27-го декабря Праздновать праздник Начала Афганской войны. Ещё более мне неприлично, Когда 22-го июня, Вот прошлого года, Устраивать парады, И вот начали. На 7-й ноября тоже парады. Люди уходили в 41-м. Значит, в июне напал на нас Германия. Мой отец пошёл на войну, И мама тоже. Все пошли. А 7-го ноября, Аль 9-го устраивать На день Великой Революции Парад, Но надо помнить, Что тот парад, Который в 41-м уходил С Красной площади, С разной передовые, Все части практически Были полностью уничтожены. Это 41-й ноябрь. И до декабря, Так что праздника особо Я здесь не вижу, Так же, как и 27-го декабря. Взяли, Кабул, слава, честь, Тови его брал, Но вопрос в том, Что началось потом, И что продолжается до сих пор, Потому что Афганистан Никак не исчез в историю. Мы его притащили, Эту войну сюда, И она продолжается здесь. Уже 20 с лишним лет продолжается. Я так думаю, Вот эта песня просто о тех, Кто честно выполнил свой долг. Первый раз такая операция В таком количестве, И с таким успехом За рубежами Советского Союза. В декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть, Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь, Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, Потирая озябший нос, Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, Без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это? Неуклюжий мужской поцелуй. Отчего нам так дорог это? Неуклюжий мужской поцелуй. В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, Тот старой за живых ребят. Ну вот эту песню я сейчас тоже редко пою, Поэтому я спою. Песнь посвящается тем, кто лазил по козьим тропам в горах Афгана, Ходил по пустыне Регистан, Топтал армейскими ботинками Этот запредельный и закрайный часть земли, Вернулся живым, И это я написал там, В Афганистане, это была первая часть. Вторую после войны написал уже здесь. Песня посвящается моему другу, Соавтору часть многих песен, Сергею Кузнецову. Он жив, слава богу, здоров. И всем, Всем Пятнадцать человек, Нас много или мало, Узнаем погодя, Когда начнется бой, Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Короток был приказ, Куда еще короче. Нам выйти предстоит, Почти что в Пакистан, И выйти на рубеж К исходу этой ночи, Вахналетом захватить С оружием караван. Нам кумполка сказал, Что будут нам награды, И тем, кто не дошел, И тем, кто уцелел. А замполит сказал, Да вы справитесь, ребята, Но почему-то сам Идти не захотел. И вот четвертый час, Утюжим эти скалы. Полночи позади, И главное успеть. А где-то там вдали, За горным перевалом, Полсотни босмачей, Торопятся на смерть, А они заплатят нам За взорванные школы, За слезы матерей, За выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем в отходняк. И дальше, Несколько лет спустя. Закончилась война, Да здравствует гражданка, Герои всех времен Кого-то назовут, А ты, шофер, опять Крути свою баранку И ждите, Когда тебя На бойню призовут. И снова как так, А те, кто за тебя Судили и редили, Кто за твоей спиной Разваливал страну, Промолвят, Там тебя Напрасно не добили, Так вот тебе приказ На новую войну. И снова как тогда Полезем мы по скалам, И снова как тогда Попробуем успеть, А бывший комполка Таки получит генерала, А красный замполит Успеет побелеть. Пятнадцать человек, Нас много или мало, Узнаем, как Мы когда Закончим этот бой Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой. И еще песня Несправедливо забыта, Совершенно забытая. Я понимаю, десантура, Морская пехота, техника такая. Но о, вечная царица полей, Это матушка пехота. Древний парк, Веркилий сказал, Ах, пехота-то, Бедный попрошайки он. Пехота никогда никто не считал, И в том числе и в Советской Азии, И в Садской. Никто. Царицу полей назвали, Потому что закон древний плачет. Пока на землю не вступила Захваченная нога пехотинца, Пехотинца Запогомолит там сандальями Римского легионера, Кем угодно. Она не считает захваченной, Считает свободной. Так было и осталось В международном праве. Но насчет пехоты я не слышал Никогда замечательных песен. Десантура слава и во веки вечные. Она замечательные песни поет. На самом деле, Вот сейчас десантники обидятся, Но исторически это так. Ни одного серьезного возражения. Десанты массированные. Первый десант провалился, Был уничтожен почти полностью. Не выиграли. Все решает пехота. Так вот поэтому... Про пехоту песню. Мотострелковая пехота Это без разницы все равно пехота. Это к родному 860-му полку обращено. И мы тоже пехота. Спрашивают, не прыгали, Хоть разведку думали. Но где ползком, Где ползком, где бегом, Все по матушке земле. Совет полей. Вот такая. Гордо нас зовут Мото-пехоты. Здесь это товарищи Муран. Мото мы в горах до поворота. А до поворота, А за поворотом пехтура. Эх, пехота, Мадушка пехота, Чего он побрал бы этот поворот? В горы шли, Была почти что рота. В гор спустились, Стал почти что взвод. Где тебе тот камень, Что тебя обманет? Где уступ, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, бог пехота, Мадушка пехота, Ох, тяжелые погоны на плечах. Мы идем так будто на работу. Кое-кто вернется в сынкачах. Эх, пехота, Мадушка пехота, Черт побрал бы этот поворот. В горы шли, Была почти что рота. В горы спустились, Стал почти что взвод. Горды кличут нас, Мото пехоты. Здесь это товарищи мура, Мото мы в горах до поворота. А за поворотом пехтура. Эх, пехота, Мадушка пехота, Царица полей. И все решает пехота. Вот я помню, Когда стратегия, Спецстратегия, Воентактика изучал. Танки въехать, Вот на чужую территорию, Не считается территорией. Экипаж должен вылезти, Програтиться в пехоту, Протопить 100 метров, И воткнуть какой-нибудь флажок, Или не знаю чего там. Щуп солярный от танка, Там чего-нибудь такое. А? Передовой ответ. Ну правильно, Да еще во всем мире так считается. Но почему-то на нас, На пехоту, Вот Чечня, Это пока отрегающие точки, Вот на то, Что решает и основное, Не тратить такие бешеные средства, Да никому не нужно, Не летающие булавы, На сатану, На эту, Которг не будет никогда Работать носить или нет, Узнаю до пота. И на космическое исследование, Где мы давно уже, Ну там, Внизу, Под американцами находимся, Все коммерция, Мы возим как такси. А вот пехоту вооружение, Я знаю лично, И кто был в Чехне, Знает тоже. Бандиты, Шнепер, Не павстанцы, Не эти самые, Просто снайперасно щены как. Посмотрите, Как одеты чеченские боевики, С нашими солдатами. А нас, В одежде, Юдашкина там, Побирают от туберкулеза, Не доехав от, Пута призыва. Это как русские в России, Не имеют своего. А у нас нет ничего, В России. Вот знаете, Сам, Есть чеченцы в России, Ингуши, Татары, У всех общин, А мы нет. Все у нас есть. Поэтому, Как только, Как только, Где-то кто-то из этих, Даже из тех, Кто мигрантов сюда, Кто-то где-то попадается, Его начинают справедливо карать, Тут сбегают, Представят, Начинают вопить, Кричать. Генерал-майор, Герой в России, А мы там кто? А мы никто. Сказал же один маршал, И гусар-деятель, Да не жалейте, В эту пехоту, В России, Побного новых наружают. Давно сказал. Только рожать не от кого, Если убивают пехоту, Мужчины, Если убивают этим, Демографический провал. От кого рожать наши будут? От негров? Мулата и метиса, С мачеда в руках попрут? На танки, На Меркаву, На Х-700 там. Игорь, давай! С рогатками. Ты одна страна, Служи высоких перевалов. Ну да, Вот это вот да. Сейчас появился лазурит, Опять видно пошло, Смотрю, Вот где камни полудрагоценные торгуют, Пепельница из него сломает, Те кто точит. Лазурит. Вот такого цвета настоящий. А, вот, Курска моя висит, Темный-синий. Вот такой вот цвет. Настоящий. Самый дорогой, Где-то там золотой. Ой, Саня Карпенко. Вот это замечательный Афганский офицер, Не афганский, Наш советский офицер, Кавалер Орденов многих, Александр Карпенко, Вы многие знаете, Автор замечательных стихов. С войны песни. Саня, присаживайся, дорогой, Пожалуйста, Рад тебя видеть очень. Так вот. Лазурит. 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 А у них говорят ДШК и минометы. Только нам, Парванист, Нам на это наплевать, ДШК, Афгана, Вашу мать. Только нам, Парванист, Нам на это наплевать, ДШК, Афгана, Вашу мать. Вот ракета пошла, Начинаем мы работу, Лезем прямо с борта, Под огонь их пулеметом. Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал твою, Афгана, Мать. Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал твою, Афгана, Мать. Нас рассвет застает, Запыленных и уставших, Водка нас не берет, Та, что молча пьем запавших, Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Афгана, Мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Афгана, Мать. И вернувшись домой, Чтоб не все было забыто, Мы захватим с собой По кусочку лазурита, Чтобы вспомнив, Как было, С усмешки мог сказать, Лазурит твою, Афгана, Мать. Чтобы вспомнив, Как было, С усмешки мог сказать, Лазурит твою, Афгана, Мать. Ну и еще про лазуритов, там же это же основное, что добывалось, пыталось добывать всеми, транспортироваться везде, в том числе и Советский Союз. У доблестного 860-го полка выложил лазурит, когда взяли они лазуритовое месторождение, там ребята были, 1-й батальон, 2-й, по-моему, там тоже участвовали, мы все. Перед штабом полка, вот для докладов, метра 4 на 4, выложили все лазуритом. Оставался один мой зам по диверсии, он делать нечего, он стал в ЦК писать записку, этим лазуритом захваченным выложить одну из новостроек московского метрополитена, станции там. Командир Кабуль сказал, идти скорее на сумасшедшую, как в ЦК такие докладные пишут, напрямую, прям через всех. А с этой, ну, не выложили, а тут приехал зам по вооружению Туркво, майор, какой-то генерал-майор, увидел свет, ну что такое, что такое. Два дня пробыл, не знаю, там, всех бак пересчупал, там, всю водку выпил, какая была, забрал все это в 8 мешков и увез куда-то в неизвестный направлении, весь лазурит. А вот, да, а кто успел, там, то точили пепельницы, ну, все, кто, лазурит-то был навалом, но вот этот, вот этот, правда, лазурит, это операция июня 82-го года. Перевал Карамунжо Перевал Карамунжо Здесь веками тихо-тихо, облака катились по морю небес, здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, да мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что, судьбы, бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что, судьбы, бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погоны, но не этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, на камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран Перевал Карамунжон, не ищи на карте мира На двухсотке он пунктиром тонким дал Только птицам виден он, что уходят легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан Только птицам виден он, что уходят легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан Это я ты видел в этой, в Радуге, в пивном баре В бычьем глазе там, в ресторане А, ну это да, лазили по лесам Где тут этот, до Ногинска так поле сшагали Так вот еще песня такая, значит, во времена Афганистана Ой, длинная она правда Но песня, в общем, короче Ноябрь месяц, кундуз занесен снегом Вертушки не летают, в полку все кончилось, что надо Весь боекомплект Разве Паша, милый друг, здравствуйте Бои с Бадахшаном А вертолетчики, лучшие друзья, тоже не летают Их не выпускают с клубы И сидит командир, в ваш покой слой А командир это оперативно-боевая группа Каскад-4 Бадахшан Зам по диверсиям Зам по контрразведке Разведке сухие абсолютно Работы нет, ничего нет, бензина нет И вот, и пишет письмо другу Который надеется Аказийскими шкалтаками Смешистыми, которые залетят там в Союз Отправить Пашке Асачеву поплести блистер Двадцать четверок туда Такое письмо На мотив, естественно, высоску Письмо колхознику с сельхозтехники Здравствуй, Паша, милый друг Мы из Бадахшана Во первых строках письма Всем вам шлем привет Здесь у нас зима вокруг Мерзнут, аж душманы И вот уж две недели И вертолетов нет Даже праздники прошли Как-то не по-русски Ну, чаю выпили ведро И храпеть пошли Да так представь себе Целый стол закуски Мы не то, что водки Праги не нашли Вась снова занемог Не встает с кровати По ночам в бреду орет Братцы, мы бросим пить Ты уж, Паш, приезжай В гости, Бога роди Может, хоть с тобою Бросит он дурить К сожалению, снег занес Горы и долины А то мы б сгоняли в Пакистан Взяли кишмиша Но бензин у нас иссяк И стоят машины И даже на Майдоне Нету ни шиша И что о женщинах сказать Да в общем-то мы их тут не видали Их в полку, ты знаешь сам Явный недооз Но не сказать, что мы без них Очень мы скучали Но здесь свирепствует болезнь Спермотоксикоз Слушай, Паш, допущен ли Снова ты к полетам И еще сбирался ты съездить в СССР Не отпусти, вот приезжай Да черт с ним, с вертолетом Мы тебе доверим здесь Даже БТР И, Паша, как твоя рука Пожила, наверное Видно, зуб отравлен был Что в нее попал У кого другого в раз началась гангрена Дашь разность для всех нас Что ты такой амбал Я пока письмо писал Вася пробудился Прочитал и стал вопить Хуже, чем вчера Мол, зачем конкретно я Называю лица Мол, внебрачных связей Нету в дыра Так что Строчки про любовь Мне пришлось замазать Ты привет нам передай Знаешь сам кому Надо ездить вот по горам По изобанским лазать Причем тогда уж сам Лично обниму И Вася тоже стал писать Мол, привет, ребята И такой написал Хрен, что разберешь В общем, мне за нас двоих Отдуваться надо Но он теперь Непьющий человек Чего я с него возьмешь Что ж, до встречи, мужики Закругляться надо Скорый вечер И в горах начали стрелять Еще раз Большой привет Всем из Файзавада До свидания Идем службу проверять Еще редкая песня Там, наверное, файзавадская лирическая Она очень длинная Я подскорочу кое-чего Значит Это песня о нашем житье быдье ОБГ Оперативной боегруппы Это в Файзаваде У нас сидели на вилле Вон, ребята знают Вилла была Лучшие друзья были Это менты Это Кобальт Оперативно-боевая группа Под командным Майором Теплякова Он жив-здоров Недавно привет передавали Может, за семьи завалило Вот он в Архангельском крае Еще купается в море Там Вот И вот Наши советники Комитетские Но как-то они Какие-то ребятишки Были такие мутные Все пытались подмять под себя Пока я Один раз Чуть не расстрелял их В месяц дом Мы с самим собой Из КПВТ Приказался Прибежали исполнять Вот этот советник Старший Испугался И больше мы с ним Не вязались Вот И Значит Вот такая Обстановка на вилле Была Одеваться некуда Песни писать И вот Купить Но на операции Которые Старались по возможности Тут еще был Командир полка Рутюнян Который всю ночь Пытался меня куда-то Не выпустить Там С Амайдона С Аэропорта Ездит У меня Две с половиной Ты штыков Майор А ты чего там У меня три человека Я говорю Я вот напишу на вас Он обещал И стрелял он потом Да хрен-то он был Значит два Два чудила Из Нижнего Тагила Значит Такие На букву «Р» Ну неважно Он пытался расстрелять Говорю Стреляйте БТР Я выезжаю Из Аэропорта Мне нужно встречать С человеком Стреляйте Солдаты дрожат Стоят Этот там Крашеный шест И на БТР Привторами Совсем пять человек У меня сидит Не считая водителя Надо было встретиться Посреди где-то там Я тут командир А кто ты командир? Ну потом я поймал В городе вашего Зампостроевой За несанкционерный выезд Саша Лизунова Капитана Посадил его На губу у себя Приехал потом Рябшев приехал Позволять его Конечно Ну у меня не было бани Маленькая такая Полметра на метр Была у Кобальта А туда его Я говорю Покажите журнал Кого вы Так он моего Избил солдата На плацу А я очень не убил Ну не важно Это разногласия Это с тем Кто не понимал Чего Мы же не можем Ничего По полному полку По полной По полной На меня Вот на меня Выписан заказ Приказ На ряд приказания На 35 литров соляра И 20 литров бензина В полку Никаса столько не было Сразу Ну как Это Туркво Команович Выписал Попробую обеспечить Я понимал Что никто Меня не зальет И у них Саник бензин Ну не важно Короче говоря О чем я уже забыл Еще песню сказать Ну там были нормальные ребята Вот они сидят Еще много-много были Боевые комбат 2 Слава Масловский С колоннами Которые вот Красивый такой Метр под 2 метра Один глаз коридор Голубой Вот Ну колонна В общем Второй батальон Колонна Скорость движения 5 Максимум 10 Особенно по верам Слева проб Справа обрыв Механики Водители У них водки нет У офицера на броне Все сидят на броне И офицеры тоже Но офицеры Я не буду В полном У механика-водителя Ничего Кроме нашей нет Но это единственное Антишоковое средство У него Как у офицера Водки Или спирт Потому что 90% Особенно вредить На линейков Сгоревших И сгоревших Умирают не от того От потери крови От болевого шока И интоксикации От когда много ожогов И никто на это Внимание не обращал Там В Уганистане Это Иногда вот Косяк Для солдата И стакан спирт Для офицера Значало жизнь Пусть без рук И без ног Но все Сотки жизни Остальные Мутильный смех И вот Размышления Пьяного офицера Каскадер Моя В конкретном случае В этой колонии Столуканы На Фейзобад Двух разных войн Едино суть Так говорил Один комбат Мы трассы жизни Зывали путь Из столуканов Фейзобад Там двое суток Напролет Полвет колонна Не угадаешь Не угадаешь Где рванет Под кем Сработает Запал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Закрой усталые глаза Закрой усталые глаза Закрой усталые глаза Да нет Да нет уж лучше не дремать И успокоиться на том Что будет время вспоминать Когда до финиша дойдем Пыль со скулой смывает пот В глазах багровый карнавал За поворотом За поворотом поворот За перевалом Перевал А где-то мир и тишина И только фильмы о войне А здесь отметилась война Пробойной В лобовом стекле Сказали У вас награда ждет А ты о ней И не мечтал За поворотом Поворот За перевалом Перевал И кто-то там живет Как жил Добро соседствует Со злом А ты Давно уже забыл Что именуется Добром Закат ложится На капот Спокойный тих Багровый За поворотом Поворот За перевалом Перевал Дилемма Быть или не быть Не для уставших Наших душ Да мы просто Дальше будем жить Перевалив За гендукуш Он прогудев Над головой Вертушки В сторону ушли И перестроился Конвой Очнись, приятель Мы дошли Еще В одном Сумасшедшем Рейде Который Из-за ошибки В координатах Вместо Черех дней Почти две недели Пробыл Тут пригодилось Конечно Знание Что все Что ползает И летает Можно есть Выживание А снег Можно пить Или раз суп Ну в общем Короче Двенадцатый день Начал запуск Звените Сейчас секундочку Двенадцатый день Двенадцатый день Рассчитывай приятель На себя Двенадцатый день Натер плечо ремень И тянет вниз Тяжелая броня Лишь фляжка Лишь каска Лишь каска Лишь каска Лишь каска Лишь каска Двенадцатый день В кармане Парафень Они в бою Надёжные друзья Вот новый привал И снова перевал Рассчитывай, приятель, на себя Вот новый привал И снова перевал Рассчитывай, приятель, на себя И тот, кто дойдёт Кого удача ждёт Кто всё пройдя и всё перетерпя Вернётся в свой дом И в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Вернётся в свой дом И в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Лишь только на себя Лишь только на себя Двенадцатый день Двенадцатый день Четырнадцатый день Ну там не буду объяснять Вот афганцев мало А так остальные все должны знать Не полиглоты, но некоторые выражения Некоторые слова на ФРС Ну мушавер это советник, знаете Советник, мушавер Таган там понятно, что это такое Ханум от Духтар Ну мужики точно отличат Женщину знать не обязательно На мечети там всё остальное А? Про кафира объяснить А, кафир неверный Кафир, кафир это неверный Неверный это который не обрезанный Короче Шурави Шурави советские Не русские, а советские именно Шурави А слово шура Советы Советы, да Там у них советы Вот это вот И кишлак, чаквардак Который очень много брали Много раз отдавали Большими очень потерями И когда там первый раз Песню выполнен Кирсенов Этот Гриш Восиф По кличке Светофор Первый декабрь Чего не убил Говорит Да как вы можете смеяться Только ребят там полегло Ну На войне можно смеяться Не над тем, что ребят Много полегло А над тем, что ещё Никто-то не сошёл с ума И это тоже смешно Только трудно сойти с ума В такой кашель Ну не важно Ну а потом женщинам Чего смешного Женщина влюбилась Шуравей С первого взгляда Не знали о нём ничего Как у нас В уедичек вардак Среди женщин Шум и кавардак Из Кабула К нам пришёл отряд Под названием Кодовым каскад Каскадёров Я пошла смотреть И стояла Скрывшись за мечей Вдруг гляжу Идёт ко мне один Синий глаз Молодой блондин И пусть ты не обрезанный кафир Только для тебя устрою пир Спать с собою рядом положу И сниму не только паранжу Спать с собою рядом положу И сниму не только паранжу Но, но глядит печально, шуравей, Ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный мошавер, Заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шуравей, Ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, Против русских точек ядоган. Шуравей смеется, не пугай, Всех душманов мы отправим в рай. На земле афганский будет мир, Вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, И ушел в Кабу отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, Бешки и синие, глазы и шуравей. Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. А я жду, сгораю от любви, Бешки и синие, глазы и шуравей. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна, Там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавы и пугливы, как стрижи, Но глаза глядят пугаво Через сетку пронжи. То оазисы, то горы, то пустыни Регистан, Пчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран. Там одна сплошная суша, Не бывает жарче сушь, Но с вершины гендукуши Виден только гендукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, Где расписано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, Там стреляют по ночам, Там предложат вам гашиши, Предприимчивые бача. Там поклонники Хаяма, Знатоки Фердауси, Но тонкость их ислам Искурить Боже упаси, Вас разбудят на рассвете Выпиющий с неба глаз. Мой дзин зовет с мечети, Делайте утренний намаз. Там экзотики навалом, Экзотичней не найти, И там стреляют из дувала Вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, Непривычная страна, Там совсем другие боги, И другие имена. Там совсем другие боги, Так, вот... Про Махтабу, про Махтабу. Вот Махтабу, да. Вот я хотел принять петь. Ладно, это тоже песня про афганскую женщину, настоящую. Настоящую афганскую женщину, Про которую почему бы никто песен не пел. К великому сожалению, песню написала. Это не со мной случилась история, вот честно вам говорю. Жалко, я бы хотел, чтобы было со мной, но не получилось. Но тем более, наверное, исключительно, и поэтому и песню написала еще на выводе в 89-м году. Да не надо хат, кто знает, что такое хат? Кто знает, что такое хат? Поднимите рюк, хаты. Чего это такое? Да, правильно, знаю. Я скажу, что это было КГБ афганское. Ну, тогда, ну, там еще там взялась, там я сначала написал, потом переделал. С чего оттуда взяться там? Там, там, под Файзабадом, откуда взяться девочки из хата? С кишлака. Спаргамуд же, тем более, откуда там? Наверное, да, активистка, царандоя. И неожиданно появилась там где-то, ну, не важно. Звали девочку ту, звали женщину ту, мах ту валь. Да не женщина, просто девчонка, как тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав по ранжу, Пинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу. На колонном пути Банаршан. Мах тубан, словно ветри на склонах поет. Мах тубан, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется в спе. Помню родичей, стайку твоих, не в утянущих тонкие руки. Ты сказала одно, шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат? А он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из хада, пусть будет по вашу, Принесла поутрух КПП, пистолет, автомат и гранаты. Мах тубан, словно ветер на склонах поет. Мах тубан, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется в спе. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой. Да, девчонка из Афганистана, я не помню почти ее глаз. Что запомнишь в бредовом тумане? Может, кто-то другой меня спас, А может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет, мах тубан, И куда-то зовет, мах тубан. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется спять. Мах тубан, снова ветер на склонах поет. Мах тубан, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется в спять. Я пошел в ту атаку опять, Да вот только время не движется в спять. Вспомним мы товарищ Бычий глаз, если помню. Ну, я ее корректирую, писал-то, Васька. Я ее не помню, я один-то... Перекор надо объявить, наверное. А можно... Правильно так, надо. Да не надо, Миша, прошу, я там поневольный тоже. Перекорим, я стою. О, я, Калин, ты кто вообще говорит, давай быстрее заканчивай, А теперь и все куда-то. Конечно, вам спасибо. Привет, дорогой, поделись. Ну, ну, пройдешь. Ну, встаньте куда-то. Я встаньте. И ты встаньте. Ну, ничего, живым еще с вами выйдет, еще пожарим. Позже ты говоришь, что не тесняешь, что ты живу. Ну, я помню, так сказать... Кадров привелся тебе к лицу. Нет. Он обещать не привелся. Он мне сказал, что все. Погоните. О, шибак. О, шибак. Давай, делай вперед. Наши атмосфероны там. Смотри, как он поделился. Да, да. Спасибо. Миша, ты куда-то исчез?